Закон Духа Закон Духа Закон Духа Закон Духа Пожалуйста, посмотрите на 31 главу книги Еремии с 31 стиха И вы увидите, какими были первоначальные намерения Бога, когда Он давал Свой закон Моисею Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь Но вот завет, который Я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь «Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «Познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого», говорит Господь «Потому что Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более» Теперь, когда приходит Ешоа в своей сильнейшей Нагорной проповеди, он поднимает требования Божьего закона на совершенно новый уровень Он говорит «Я не пришел упразднить закон, но исполнить его» И в своих иллюстрациях в пятой главе от Матфея он постоянно поднимает требования закона выше тех, которые были даны Моисеем народу Израиля Крюч к одному из пониманий этого можно найти в иллюстрации из мира спорта Один из видов спорта, который я люблю смотреть, он меня действительно радует, это прыжки в высоту Эти физически развитые мужчины и женщины проделывают такие вещи, которые для зрителя выглядят просто чем-то сверхъестественным Они прыгают так высоко, на два метра над землей, а то и выше, при этом порой прыгая не только вперед и даже назад И они ставят планку на определенном уровне Затем те спортсмены, кто преуспел в этом, у них появляется шанс еще раз совершить прыжок, но планка теперь поднимается еще выше И этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется лишь один претендент Вот его-то и называют победителем, ему и дают золотую медаль А затем, если это Олимпийские игры или мировой чемпионат, они поднимают планку снова и снова до тех пор, пока уже никто не сможет успешно прыгнуть на такую высоту Так и определяют новый мировой рекорд или нового Олимпийского чемпиона В своем высказывании о законе, Иешуа поднимает планку Божьих требований на почти что, да, пожалуй, и не на почти что Он поднимает Божьи требования на совершенный уровень Теперь возникает проблема Вот мы, люди с этими прекрасными заповедями Иешуа По своим силам в нашей человеческой падшей греховной природе просто не способны достичь столь высокого уровня, чтобы угодить Богу Если это требуется для того, чтобы войти в Царство Божье У апостола Павла была точно такая же проблема, и он пишет об этом, как нам быть дальше в своем богодухновенном послании к римлянам Пожалуйста, откройте со мной 7 главу и давайте прочитаем слова апостола Павла, начиная с 14 стиха Вот что он пишет Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю Разве не в точно такой же ситуации мы и сами оказываемся, хотя и хотим при этом на самом деле угодить Богу Мы хотим угодить Ему, мы хотим соответствовать критериям Его заповедей, но когда мы не дотягиваем до них, мы осознаем, что это происходит из-за нашей ущербной человеческой природы и нашей собственной плоти, которая утягивает нас вдаль от послушания Богу Взгляните с 23 стиха послания римлянам 7 главы Павел пишет Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти Сколь многие из нас, отчаянно желая угодить Богу, обнаруживают себя в такой же самой позиции, как и апостол Павел И мы взываем вместе с ним в этом отчаянии И именно потому, что мы себя столь сильно соотносим с ним в 7 главе послания римлянам Мы столь же сильно можем возрадоваться в том прорыве, что он открывает в следующей 8 главе Потому нет ныне более осуждения тем, кто в Машиахе, Ешоа О, слава Богу Мы понимаем, что Бог не намерен нас осуждать за попытку угодить Ему Стих 2 Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти Он говорил о законе Духа, воплотившемся в самом Ешоа И этот закон Духа, в конце концов, освобождает нас от закона греха и смерти И проводит нас сквозь земное греховное в нашей плотской природе Каков результат следования этому закону Духа? Посмотрим на 4 стих, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу Это достаточно громкое заявление для того, кто был религиозным евреем, как апостол Павел Он был фарисей из фарисеев Он был членом Синедриона и учеником одного из величайших исследователей Торы своего времени По имени Гамалиил Павел знал все 613 заповедей Торы вдоль и поперек Поэтому из его уз заявление о том, что все требования всего Божьего закона могут быть исполнены в нас Когда мы движемся в соответствии с Духом закона, это просто великолепное заявление Позвольте мне привести вам пример, что это означает по Духу закона Я бы хотел попросить вас представить в своем воображении такую историю Скажем, вы ребенок, которому 3 года И вы живете в доме, стоящем на перекрестке очень оживленных улиц города По оживленной улице перед вашим домом, где машины носятся туда-сюда день и ночь Есть пешеходный переход и светофор Когда вам 3 годика, отец за руку вас выводит из дома И ведет по тротуару к самому перекрестку А затем говорит самым серьезным тоном, на который он только способен Он говорит, сын, слушай мне очень внимательно Вот мой закон Да не коснется твоя нога проезжей части, когда горит красный свет Ни при каких обстоятельствах Когда светофор горит красным, ты никогда не будешь переступать бордюр тротуара Пока свет не станет зеленым Для этого закона нет никаких исключений И если ты его нарушишь, я тебя накажу Вы понимаете, что ваш отец весьма серьезен в этом вопросе Даже если вы только делаете вид, что собираетесь нарушить это правило Он тут же бросит на вас весьма суровый взгляд Теперь давайте пролистнем 10 лет Теперь вам 13 Вы выбегаете из дома на улицу Больше вам не нужен отец, постоянно рядом Вы ведь уже взрослый Вы пробегаете по тротуару до перехода, там где работает светофор Вот переход прямо перед вами, и вы останавливаетесь Почему вы остановились? Потому что теперь, когда вам 13 То, что некогда было законом вашего отца Теперь это ваш собственный закон Это происходит бессознательно, по привычке Практически на автомате Свет красный, вы стоите Да и к тому же, за все эти годы вам лично довелось повидать Несколько несчастных случаев и аварий именно на этом перекрестке Так что в своем разуме вы соглашаетесь Закон вашего отца был хорошей идеей Теперь и вы сами считаете, что останавливаться на красный свет Это весьма правильно Это иллюстрация того, о чем писал Иеремия в своем богодухновенном пророчестве Когда он говорит о Божьем плане Взять закон со скрижали каменных и писать его в скрижали наших сердец И теперь закон отца вашего записан в вашем сердце Они стали частью вас Теперь вы их исполняете на автомате Они стали для вас привычными Теперь это ваш собственный закон Но вот в тот момент, когда вы послушно стояли перед бордюром, дожидаясь зеленого света Вам на глаза попадается пожилая женщина с палочкой на другой стороне Она идет неуверенно Возможно, она частично слепая или просто запуталась Как бы то ни было, по неким причинам она уже начала переходить дорогу на красный свет Теперь, когда вы увидели, как эта женщина переходит дорогу В вашем сознании быстро промелькнули простые подсчеты Вы понимаете, что в следующий момент из-за угла может выскочить машина И вы в точности представляете, как быстро эти водители ездят Вы понимаете и то, что когда машина выскочит из-за угла У водителя просто не будет достаточно времени для того, чтобы успеть нажать на тормоза Чтобы предотвратить наезд на эту женщину Вы смотрите и понимаете, что вот-вот, прямо на ваших глазах эту женщину Может серьезно покалечить или даже убить Но также, проводя эти расчеты в уме, вы приходите к выводу Что, возможно, если вы прямо сейчас рванете к этой женщине, примахнув через бордюр То сумеете вовремя вернуть ее в безопасное место на тротуар Но что же вам делать? Свет все еще красный, а отец заповедал вам недвусмысленно Да не коснется твоя нога проезжей части, когда горит красный свет Ни при каких обстоятельствах И теперь закон вашего отца записан в вашем сердце Это теперь ведь ваш собственный закон Так что же вам делать? Подчиниться закону или спасти женщину? Конечно же, вы немедленно перепрыгиваете бордюр без колебаний Вы бежите к ней, вы ее спасаете и отводите в безопасное место Но почему? Почему вы так делаете? Нарушая тем самым закон вашего отца Давайте поймем, что же такое дух закона Его суть Для этого нам нужно в первую очередь понять замысел отца Те цели, с которыми он давал тот закон Вы знаете, что смысл, почему отец заповедал вам закон Так это, чтобы спасти вашу жизнь и жизни других людей Также вы лично знаете своего отца И понимаете, что одной из его величайших ценностей является спасение человеческих жизней И вот вы побежали туда, чтобы спасти жизнь той женщины По сути, вы не то, что не нарушили закон отца Вы исполнили его, подняв его на еще больший уровень Теперь представьте, что отец наблюдал за всем этим процессом из окна вашего дома И после того, как вы спасли ту женщину, он вышел на улицу Что, как вы думаете, отец собирается сделать, увидев, как вы спасли ту женщину? Намерен ли он наказать вас за то, что закон нарушен? Наш Небесный Отец не таков Тот Бог, которого описывает Библия, не таков Этот Отец хочет заключить вас в объятии и сказать вам «Прекрасно поступил!» Замечательное решение Ты спас женщину, и это был правильный выбор Похоже, теперь ты вырос достаточно для того, чтобы принимать некоторые важные решения самостоятельно Вот иллюстрация сути Духа Закона Когда мы понимаем замысел Божий, когда мы мотивированы Его целями Они становятся для нас тем самым законом Духа Жизни в Ешуа Машехе Вы видите, как это часто было проиллюстрировано в служении Ешуа В Его делах Он всегда ходил и действовал и говорил в Духе Божьих законов Он ни разу не нарушил ни единой заповеди Божьей, но все их поднимал на совершенный уровень Это закон Духа, ведущий нас к жизни Я бы хотел в завершении прочитать вам то, что называется Псалом бизнесменов Это Псалом о процветании в вашей жизни Пожалуйста, откройте со мной Первый Псалом, и мы прочтем первые три стиха Первый Псалом, первый стих Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных И не сидит в собрании развратителей Нам бы хотелось быть такими благословенными Давайте же прочитаем второй стих и увидим, что дарует это благословение Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь Вот есть человек, который любит Божье правление и ищет эти вещи Он размышляет над ними день и ночь Каков результат такого поведения этого человека? Давайте посмотрим в третьем стихе И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое И лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет Давайте подведем итог Бог – повелитель, опирающийся на закон Он управляет своим царством посредством закона, но не законничество Законы не заменяют место живого Бога Дух Божьих законов освобождает нас В соответствии с Его замыслом и Его целями Приводя нас под Его владычество, где закон на первом месте Когда мы вникаем в Дух Божьих законов и живем в соответствии с этим могущественным Духом То у нас появляется благодать Божья на каждый день Для исполнения Божьих требований, для того, чтобы угодить Богу И для того, чтобы распространить Его царство через наши жизни и наши дела Переведено и озвучено студией Oasis Media Наш сайт oasismedia.tv